Ха-ха-ха-ха! Кто? Илон Маск! Да это просто мальчишка! Мы заткнём его за пояс! Он нервно курит в своей Тесле! Конечно, у нас всё готово уже! Название, да, придумали. Кентаврия! Да, Кен — это аббревиатура. Классная, электрическая, но Таврия! Да, мне тоже нравится. Конечно, они будут отличаться от обычных. Они же будут зелёные. Да, вся партия будет зелёной. Да-да, испытания уже идут полным ходом. Там руководит очень опытный специалист, профессионал. Так что можете журналистам уже говорить, что мы готовы явить миру своё чудо. Да-да-да-да, спасибо. Да-да-да, до встречи. Так, я не понял. Вы что, уже отпраздновали успешное испытание, а меня не позвали? Я бы сейчас выпить не отказался. Егор Григорьевич, автомобиль рано запускать в массовое производство. Что? Вы с ума сошли! Вы что мне такое говорите? Нет, я уже журналистов на завтра вызвал. Приедут со всего мира увидеть нашу Кентаврию. Я уже президенту пообещал, что следующий видосик он будет записывать в Кентаврию. Нет-нет-нет, нужно больше времени на испытания. Ещё больше? Да сколько же вам можно? Ещё три дня? Лучше пять. Ещё пять дней? У меня нету пяти дней. Пять лет. Раньше я за руль не сяду. Так, подождите. Подождите, спокойно. Что произошло у вас там на испытании? Понимаете, во время испытаний выявили большое количество недостатков. Там времени нету. Давайте, какой самый глобальный недостаток? Самый глобальный – это сам автомобиль. Подождите секундочку. Вы же мне сказали, что у нас получился простой, надёжный автомобиль, как автомат Калашникова. Да-да. По количеству убийств мы обгоним автомат Калашникова. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Подождите, но испытания проходили по плану? Так точно. Автомобилю нужно пройти было несколько базовых испытаний. Имитация бордюров, лежачие полицейские, два крутых виража, потом покрытие рыбья кость, брусчатка с крупным и мелким булыжником, неасимметричная поверхность. Прекрасно. На каком этапе выявились самые большие сложности? На этапе открывания автомобиля, я за ручку взялся и меня током полбануло. Как это произошло? Это случайно произошло. Он как раз взялся за ручку, а автомобиль на зарядке был. А, ну так вы сами виноваты. Что вы хотите? Вы что не видели, что он в розетку подключен? Ну, потом он отключился. Я, кстати, тоже. Так, с этим понятно. Сколько заряжается аккумулятор? Аккумулятор заряжается два дня. Два дня? В смысле два дня? Ну, просто у нас не получается замерить нормально. Мы как только его включаем на зарядку, у нас на заводе пробки выбивает. Это норма для нашего завода. Тем более, в какое время вы включали? Ну, между двух и четырёх. Да, конечно! А что же вы хотели? Я же в это время чай пью, я же кипятильник включал. Так, это всё лирика. Что вы предприняли конкретно по исправлению ситуации? Мы всё перепробовали. Разное. Но в итоге решили обратиться к специалисту. Из Германии? Из церкви. Мы батюшку позвали. Господи, да что вы этого... Батюшку! И что он вам скажет? Батюшка сказал, что наш завод стоит на проклятом месте. Для этого батюшку вызывать не надо было. Я и так это знал. Мы покупали этот завод у Автозаздео. Короче, вы же инженеры. Вы же должны понимать, что это всё ахинея. Мы-то так и думали, пока батюшку током не ездили. Кстати, на машине нельзя ездить по лужам. Это ещё почему? Потому что каратит. На каждой. Ну ничего страшного. Значит, просто в инструкции надо написать, что машину нельзя мочить. Как манту. О, кстати. Хорошее название. Как манту. Мы так назовём наш следующий кроссовер. Да. А что, кашка есть? Будет как манту. Как манту. Запишу себе. А ещё батюшка сказал, что дьявол кроется в деталях. И все эти детали мы собрали в одном автомобиле. Да хватит мне про своего батюшку. Вы мне скажите. Автомобиль едет? Конечно. Автомобиль проехал 50 метров и стал. Ну. И что вы после этого предприняли? Мы удлинили шнур ещё на 100 метров. Во. И теперь он едет 150. Ну так это же уже результат. Вот можете ж, когда захотите. Так. А теперь скажите мне, на какой скорости оптимальный расход у автомобиля? Сейчас. Оптимальный расход, когда автомобиль стоит. Ага. Когда автомобиль стоит. Хорошо. Есть хорошая новость. Так. Какая? Аккумулятор держит отлично. Вот. Это хорошая новость. Ведь в электроавтомобиле главное что? Аккумулятор. Да. Но есть и плохая новость. Да? Автомобиль не держит аккумулятор. Подождите. Вы только что сказали, что аккумулятор держит отлично. Аккумулятор держит. Но автомобиль аккумулятор не держит. Это как это? Ну он выпадает. Как это выпадает? Ну так. Но есть плюс. Да понятно, что есть плюс. У каждого аккумулятора есть и плюс, и минус. Нет, а он в другом. Когда аккумулятор выпал, перестал обидеть током. Отличная новость. Вот так. Ну, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы проблему с аккумулятором полностью решили. О-о-о. Молодцы. Да. Как? Саморезы? Проволока? Скотч? Нет, мы газовую установку поставили. Так. Подождите. Вы поставили в электромобиль газовую установку? Да. Это временно, чтобы просто закончить тест. Ага. Подождите, подождите, подождите. Вы вообще понимаете суть этого проекта? Электромобили создаются для того, чтобы уменьшить выбросы в окружающую среду. А, не-не-не. Выбросы в основном были не в среду, а в салон автомобилей. И в основном из меня. Ну, это ваша личная проблема. Я потом вам своего доктора посоветую. У меня то же самое было. Так. Краш-тесты проводили? Конечно. Так. Ну, а где манекен? Где повреждения? Ну, вот. Три ребра сломаны. Ушиб. Ну, старапина. И так, по мелочи. Сотрясение там. Подождите, подождите секундочку. Вы что, проводили тесты на живом человеке? Ага. Мы же купили смарт-манекен за 100 тысяч евро. Да, по плану там должен был сидеть манекен. Но перед самим тестом манекен убежал. Что значит убежал? Ну что, укусил, вырвался и убежал. Охрана! Закрыть все выходы и входы в завод! Что? У нас забора нет? Раза выбил нам забор. Ничего, далеко он уйти не мог. Найти его! Так, дальше. Во время краш-теста подушки сработали? Да, да, сработали. Отлично. Подушки, кстати, и стали причиной ДТП. В смысле? Это как? Ну, на повороте просто ни с того ни с сего, как бахнули. Вот. Ну и я и в это... и въехал в стену. Ну, хорошо, что ремень безопасности сработал. А так бы вообще... Подождите. Так вы были пристегнуты? Я нет. Вы что, мы ремнем безопасности газовую установку пристегнули. Иначе она меня придавила нафиг. Подождите, вы хотите сказать, что вы даже не пристегнутым врезали стену и выжили? Ага. Да это же 15 баллов по безопасности. Отлично. Так, а новшества какие-то, фишки? Вы, кстати, прикрутили изолентой айпад, как я вам говорил? Нет? А собачку вот эту сделали, то, что я предлагал, которую вот так вот головой машет и вырабатывает электроэнергию? Да, мы собачку посадили, подключили, но из-за собачки аккумулятор быстрее разряжается. Жаль, хорошая была идея. Ну, а так вообще какие-то фишечки? Есть одна, точнее, была одна фишечка, называется стоп-алкоголь. Автомобиль блокировался, если слышал запах от водителя алкоголя. Ух ты, интересно, а что, что значит была? Вы что, ее сняли? Я отказался садиться за руль трезвым. Ну, что? А вы знаете, вы ее вообще не ставьте. Какой идиот в Украине купит такую машину? Так, это мы вычеркиваем. Ну, а разгон до 100 километров в час? До 100 километров в час 12. 12? Да. Да, это, конечно, не Феррари. Ну, 12 секунд, это тоже неплохо. Минут. Что? 12 минут. 12 минут до 100 километров в час? Ну, 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 мы просто сначала машину в горку толкали 11 минут, а потом за минуту ю-ху и соточка. Так, интересно. Правда, потом опять на горку заехали и опять толкать пришлось. И тут нам пришла гениальная идея. Какая? Добавить обогрев багажника. Зачем? Чтоб зимой, когда толкаешь, руки не мерзли. Это интересно, это интересно. Я себе бы такое поставил. Хорошо написал. Максимальная скорость какая? 155 километров в час. Точно. 155 километров в час? О, ребята, да вы просто молодцы! Да, и это боком. Что? Боком. Ну, я на переезде застрял, и меня Интерсити снёс. Интерсити? Ага. Но всё равно, это рекорд. 155 километров боком даже Тесла не умеет. Ага. Так, ну а что там с поездом? Вдребезги? Никаких повреждений. Просто машину в щепке и всё. Это тоже хорошая новость. Запишите в инструкции и всем разошлите, что наша Кентаврия абсолютно безопасна для поездов. Так, это есть. Ну а чем будете удивлять журналистов, клиентов? Самое яркое новшество в этом автомобиле – это кнопка катапультирования водителя. Это моя идея. Интересно. И вы её установили? Ага. Она что, не сработала? Не выстрелила кресло? Выстрелила. Так а что же вы... Так и в машине люка не было. Вот и... Ага. Зато теперь есть. Ну отлично, сэкономим на производстве люков. Ну, ребята, не всё так страшно, как вы говорили. Ага. Мне кажется, что мы готовы через две недели начать конвейерное производство. Какие две недели? Вы шутите? Нет. Нет, это невозможно. Единственный вариант выпустить хоть что-то на рынок – это купить в США Теслы, повесить на них наш логотип. Нет, я бы не спешил с логотипом. Дьявол кроется в деталях. Так, тихо, 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 тихо. Сейчас. Да, слушай. Да. Понял. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, у меня прекрасная новость. Только что нам заказали партию 450 электромобилей до Нового года. А как же есть питание? Вы что? Ничего не надо. Решено, что с Нового года всех депутатов пересаживают на электромобили отечественного производства. Подождите, 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 таких же всех. Да, 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 громче, громче аплодируем. Ведь наш автомобиль станет народным! Го-хо-хо! Не тока, еще за тока! А я такое слышала, что если карантин продолжат, то вообще будет капец. Железный порт, южный, очаков. Ой, не дай бог, тву-тву-тву, я с очаковородом. Капец, денег заработали вагон, а тратить негде. А вас чем занимаются? Мой, короче, маски за кордон продавал вагонами. Вот вагон денег и заработал. Знакомая схема. У нас все тоже тву-тву-тву. Скажите, а ваша что продает? Государственные должности. У него в этом году бум-продаж, ага. Слушайте, это получается, что мы с вами как-то заочно знакомые. Мой муж своему водителю в Кабмине должность купил. Задорого. Давайте знакомиться. Кися. Буся. Где вы остановились? В Хилтоне, конечно. А что, в Одессе есть Хилтон? Нет, мы в Киеве в Хилтоне живем. А в Одессу каждое утро летаем. Просто в Одессе такие цены на жилье капец. Ой, да, сейчас Одесса капец, какая дорогая, капец. Просто капец. Да, мой муж сказал, что когда мы на Мальдивах жили два года, намного было дешевле жить, чем в Одессе целую неделю. Ой, да. Добрый день, прекрасно выглядите. Ой, а можно как вчера повторить? Чао, Белла. Ли твои лабора соно коми и л куло ди ун бабуинь. А что он только что сказал? Я не знаю. Но чувствую себя как в Италии. Успокаивает меня. А вы были на Ибице? Ну, конечно, были. Но потом подумали, что дешевле было бы нанять чартер и полететь на реальную Ибицу, чем в этот клуб сходить. А это да. А я вот ночным клубом своей жизнью обязана. Мы с Маим познакомились в клубе. Предложение он мне тоже делал в клубе. И ребенка мы тоже зачали в клубе. И это все не выходя из туалета. Ага. И что, рожала тоже в клубе? Конечно, нет. Я что, лохушка? Он мне снял палату в роддоме. В смысле, весь роддом снял? Улицу роддомов мне снял? Ага. И сказал кальянчика, повара и диджея, чтобы все было дорого-богато. А мой решил меня не напрягать. Да. И сказал, что лучше суррогатное материнство. И как? Ну, короче, он ее повез до Мальдивы. Там ей сделал ребенка. Она забеременела, родила. И там его воспитывает. А ты вообще ребенка-то видела? Конечно. Я же мать. Ага. Мне фото присылают. Я вам скажу, так удобно рекомендую. Ой, мы тоже второго вот так же хотели. Но что-то пока не получается. Мой уже пробовал и с двумя, и с тремя одновременно, но ни в какую. Ну, чтоб наверняка. А вот, сегодня будет пробовать с мулаткой. Я вот пальчики держу. Ой, ну дай бог, дай бог. Здравствуй, дорогая. Ты не подскажешь, где можно Бентли припарковать? Что-то уставила себе. Бабушка тоже теперь богатая. Нам пенсию на 70 гривен подняли. Не знаю, куда эти деньжи еще девать. Вот, думаю, может, Кирилловку купить. Ладно, пойду в бассейн с шампанским плюханусь. Хи-хи-хи. О, давай. О, 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 о. Че с тобой? А ты вот это вот сейчас видела? Че? Ну, бабку, которая не могла припарковать Бентли. Слушай, пусть ты, наверное, шляпку-то надень. А то, видимо, солнышком немножко припекло. Ага. Слушайте, а у вас животные есть? Нет, а что? Ой, мне знакомые говорили, что во время карантина выгодно заниматься животными. Типа свиньи, коровы, кролики? Нет, что это, собаки. А, а какой породы? Ой, ну вообще не важно. Прикинь, там этим... Блин, как их... Все время забываю. Ну, намекни хотя бы. Ну, вот эти вот, которые сами себе еду готовят и убирают. Люди, что ли? Точно люди. Так вот, а им же можно только собакой гулять в парке. Боже, какой кошмар. Прикинь, нет собаки, сиди дома, а у них дома даже парка нет. Да вы что? Ужас-то галакой. Ну, я надеюсь, что скоро изобретут вот эту вот вакцину, и этот кошмар закончится. Ага. А я не буду вакцину делать. Я уколов боюсь. А по тебе не скажешь. Девчули, приветики. Я не помешаю? Ой, нет, местов много. Этих как их все время забываю. Людей? Людей нет. Ну что, давайте знакомиться? Давайте. Кися. Буся. Муся. Скажите, пожалуйста, а вы вот тоже за границу не полетели, да? Полетела. Я сейчас за границей. О, это что? Вы, получается, к нам прилетели откуда? Италия, Германия, Испания. Беларусь. Вау, круть! Вы сейчас в тренде. Только вас сейчас по телеку и показывают. Ага. Да, да. Ну, а летели хотя бы через Европу? Да. Круть, круть, круть. Через Молдову. Жесть, жесть, жесть. Скажите, а что, получается, Беларусь не в красной зоне? А-а. У нас вообще вируса нет. Прикиньте, с ними трактора борются. И что, получается, во время карантина что, никого не закрыли на самоизоляцию? Не, закрыли там пару человек. Надолго? Лет на десять. Ну, там, походу, не из-за вируса. Добрый день. Чего-нибудь желаете? Вино будете? Да. Кабернес, Свиньон, Шато-Марго, Шато-Де-Кен, Шато-Шевальблан. Ой, такой широкий выбор. Мы в Беларуси к такому не привыкли. Кабернес, Свиньон. Вино будете? Да. Красное, белое? Нет, нет, просто вино. Ой, я такое слышала, короче. Что эти, как их вот эти вот? Люди. Люди, да. Вот они весь карантин питались одной гречкой. Боже, я их так понимаю. Я тоже весь карантин питалась столько икрой. Вот тут она у меня уже. А, а. Ой, а у нас, знаете, такое изобилие, такое изобилие. У нас картошка молоденькая, картошка фри, пирожная картошка, картошка аль денте. Ого, нечися, а что это такое, аль денте? Ну как, выкопал их румкой. А скажите, пожалуйста, а вот ваш на чем поднялся? Ой, мне ничего не говорит, но друзья сказали, что он фокусник. А-а-а, что он в цирке работает? В цике. Ой, видимо, тогда серьезный человек. Слушайте, скажите, а у вас в Беларуси в списке Форбс, он на каком месте? Ой, не поверите, куча, куча бабок отдали, чтобы нас во вторую сотню опустили. У нас в Беларуси лучше не высовываться. Скажите, Мус, я из Беларуси, а вы вот в Одессе, надолго? Пока не знаю, зависит от каких-то там качелей. В смысле? Ну, мой говорит, Мус, посиди пока в Одессе, пока эти качели не закончатся. Ну, откуда я знаю, может там какой лунопарк строят? Ой, да они у нас капец какие. Работает, работает, ужас. О, о. Крусь, крусь, крусь. Мой купил какой-то специальный паспорт, что за границей теперь можно всегда. Я лечу на Сейшелы, а вам пока, люди. Мы всех круто на Бали. Ой, походу мы летим на Бали. А ты что, остаешься? Да, мне очень нравится в Одессе. Чё, серьёзно? Да, я считаю, что Одесса это прекрасный курорт. Ну, как хочешь. Кися, меня выпустили в СИЗО, можем лететь, отдыхать за границу. Девочки, я тоже лечу за границу. Я не эти, я не люди, я нормальный вип-человек. Так, да, слушаю. Понял. Хорошо. Всё. Да, сделаем. Так, у нас там в энергетической сфере проблемы. Нужен человек. Человек, который сможет это всё решить. Может быть, вот этого туда отправим? Он из новых, беспартийный. Нет, 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 из новых никак нельзя. Даже из старых нельзя. Понимаешь, нужен кто-то такой древний, кто-то вот такой прям динозавр. Но такой, который честный, принципиальный, который может решить любую проблему. Таких у нас в министерстве лет 30 уже не было. А, ну да, да. Здрасте. 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 А вы кто? Я покупатель. Покупатель чего? А смотри, а шо продаёте. Как говорится, у вас товар, у нас купец. Так, покупец. Вы, наверное, что-то напутали. Здесь не рынок, здесь государственное учреждение. Так мне же как раз и нужна государственная должность. Какая должность? В принципе, пофиг. Главное, чтобы прибыльная. Чтобы я вот так вот сейчас чемодан, а через год мне 10. Понятно. Охрана. Не, не, охрана это мелко. Мне куда-нибудь в экологию, там, в таможню, в земельный ресурс. Вот туда куда-то. Вы что, действительно думаете, что сегодня можно купить какую-то должность? Так все так делают. Это реально удобно. Вам за это прям респект. Раньше вот это вот надо было упырёныша какого-то в церкви хрестить, с кумовьями там бухать, поздравлять их с праздниками. А сейчас всё чётко. Заплатил сколько надо, хребёшь сколько можно. Я бы на вашем месте уже сайт открыл. Какой сайт? Ну, этих, сайт продаж. Назвать его там типа братоткат.ua. И всё, и конкретно человек заходит туда, выбирает должность, в корзину, продолжит покупочки. Всё. Мужчина, мы должности не продаём. Это вот сейчас вы не продаёте? У вас переучёт? Или обед? Или закончились? А когда подвезут? Мы должности вообще не продаём. Ну да, ну да. Ладно, пацаны, вот тут 2 миллиона. Давайте, деребаньте и камон. Вы чего сюда, принесли наличку? Ну, я могу, в принципе, на карту скинуть, но можно ж 5 тысяч только обналичивать в день. Вы ж заеб... бегаетесь в банкомат. Послушайте, в нашей стране должности не продаются. Ага. А ещё у нас взятки не берутся. Рестораны во время карантина не работают. И вообще мы живём в Канаде. Слушайте, возможно, раньше такое и было. Но если это и было, то это было неофициально. Так я ж против как раз вот этого всего неофициального. Я как раз за то, чтобы всё официально через сайт Прозора. Объявляются торги. Человек даёт лям. Я такой хлоп, даю 2. Он даёт 3. Я 4. Оп, продано. Всё, я пошёл работать на благо народа и своего кармана. Конкретно. Вы слышите себя? Вы же бред несёте. Чё это бред? У меня он кум вообще должность губернатора на ОЛХ купил. Где? Где? На ОЛХ объявление. Должность губернатора. Он сначала думал, что это это, зэки по телефону разводят. Оказалось, что да, зэки, но не разводят. Сейчас с губернатором работают. А шо вы стремаетесь? У вас шо тут, прослушку поставили? Или камуры? Шо? Так, я звоню в полицию. Да не, полиция это тоже мелкаш. Вообще. У меня вот карифан купил сейчас должность начальника полиции. Я говорю, не надо покупать. Возьми в аренду на один день. Тебе шо-то, наркоту порешать и всё. А он нет мечтать детства. Ну купил, сейчас продать никому не может. Вообще ладно. Так. Уберите это отсюда. Шо такое, шо, мало? Вы так и скажите, мало там ещё. Нет, это не мало. Ну не мало, всё равно берите. Чтоб у меня такая, ну должность прям должность, должность была. А назначу можете жену мою сделать там прокурошкой или судьёй? Слушайте, можно я вам задам один вопрос? О, анкетирование, давай! Вы сумасшедший? А шо, обязательно быть сумасшедшим? Хотя да, посмотри на верховную раду. Окей, сумасшедшим так сумасшедшим. Только я за эти бабки хочу быть прям самым шибанутым. прямо все таки может вам сразу в президенты податься точняк о может я не дорос еще а ладно возьму на вырост а что почем сериал снимать будем какой сериал вы посмотрите на себя вы не подходите ни на какую должность это что из-за фигуры шо ли ты ты скажи если должность жирная поправиться могу не вопрос могу и похудеть через месяц буду как николаевская корабельная сосна слушайте единственное что вы у нас можете купить это камеру в сизо да это я купил уже фигня сейчас в аренду сдаю блин говорили что весной всех будут сажать я приготовился жду а шо а где камера пустует я коммуналку плачу за шо кому я не понимаю сын может в набу его точняк начальником набу шубер такое вы не так поняли вас посадят это тоже обязательное условие сейчас посадят потом должность нет это раньше так было сейчас все по-новому а по-новому это как сначала должность потом посадят так это по-старому у вас нет никакого опыта тысячу как это нет валю я в школе в кого и он играл я могу и корпоративчик и свадебку провести конкурсы всякие да нет вы не соответствуете профессиональным качествам которые мы требуем а я не понял а что это сейчас только на мне как появились какие-то требования раньше как-то всех подряд брали а сейчас какие-то требования алёха посмотрите на кабины верховную раду там же клондайк для стерилизации не 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 это коррупция уберите мы между прочим одной ногой в европе понятно давай что вы делаете зачем вы штаны снимаете даже сказал одной ногой в европе я был готов к этому вопросу давай только не ногой я не это имел ввиду оденьтесь мне вот просто даже интересно какую вы должность хотели купить ну в идеале конечно это бога помазанника на земле а вы не занимаемся делами церкви причем тут церковь алёга я про министром мвд ничего себе вы замахнулись ладно президент фиг с ним но министр мвд у нас там человек уже работает допустим работать я ушу трогаю шо ли я просто могу быть постоянном оплачиваемом отпуске если вы думаете что вы за эти деньги можете купить какую-то должность на которой вы ничего не будете делать а просто получать бабло то вы министр здравоохранения точняк блин это же кайфы какие выхожили все карантин и потекло бабло масочки стерилизаторы перчатки нет 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 ладно нет так нет давай премьер-министра черт с ним должность премьера уже куплена ой занята да а даже через два месяца надо обратиться да почему через два ну обычно два месяца и все нет а шок раньше будет а ну колитесь когда распродажа какая распродажа ну обычно когда объявляется распродажа должностей так никакой распродажи должностей не будет а понятно как кабмин так только своим да ну да ладно ладно давайте тогда этого госрезерв головой а у вас что есть какой-то в этом опыт я 10 лет кладовщиком отработал у меня такие мыши они однажды у меня два вагона телевизоров сожрали хочешь познакомлю это не надо наш ваших в нашем мышей вообще не надо ну ладно ладно давайте так вот я вам вот этот чемоданчик а вы меня на три месяца в укрзалезнытью главой этой наглядовой рады а мне надо мне три месяца я за месяц отобью давайте договорились короче давай вызывай набу вызываем набу так все берите его берите его и вот его вот он мы вообще-то не за ним мы за вами спокоим их не имеете права не имеете права вы 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 что делаете вы вы куда что вы делаете интересная должность раздавать должности следующий а вот у меня еще вот один вопрос а ну в общем вот смотрите как будто я танцую цыганочку а вот представьте сейчас что я скачу на лошади верхом вот так вам нравится я на ё-моё так куплю я тебе твой двенадцатый айфон надо прямо так на него зарабатывать ё-моё иосифа серионе чего я вам перезвоню ты чё показывала сиськи какому-то сталину кому кому ты звонила а это было онлайн консультация а вот так вот это называется до онлайн консультация раньше это было просто порнушка на веб-камеру а сейчас это онлайн консультация но я серьезно это было онлайн консультация у врача у мамолога мамолога да а потом я увижу твои сиськи в каком-нибудь телеграм-канале сиськи на скорости да и горн что такое говоришь ну понимаешь просто сейчас все больницы закрытые вот а врачи могут тебя по скайпу проконсультировать а деньги ты этим врачам тоже на камеру показываешь да нет я им на карточку отправляю это хуже а что действительно больницы прям все закрыты ну работают только инфекционки но если у тебя проблема то врач может проконсультировать онлайн тут онлайн не получится тут такая проблема что надо ехать коронавирус жопа напрягу а что это такое геморрой по старому а это тоже самое что было у танкиного мужа нет у танкиного мужа вот там вот действительно он кредит в долларах взял а у меня просто задница болит это своем уме ну ты чего ну пойми что геморрой тебе в больницу не примут у тебя должны быть какие-нибудь симптомы коронавируса вот скажи ты ты кашляешь слава богу нет если бы я еще и кашлял мне в два раза больнее было а запах и вкусы чувствуешь вот если я кашляну то запах все почувствую а откуда он у тебя да ну откуда я знаю на карантине долго сидели вот я и насидел слушай ну смотри я тебя сейчас запишу на онлайн консультацию к врачу к мамологу хочу еще с грудью проблему она попрыгает а как будто искачет лошадь яна у меня нет проблем с грудью у меня есть только одна проблема с моей подружкой у тебя нет подружек я про свою задницу не знала что вы дружите хорошо сейчас вот я запишу тебя к проктологу и ты ему все покажешь что покажешь я не собираюсь ничего показывать я тебя умоляю ну тут ничего нет постыдного вот я например же два раза ходила на прием гинеколог это вы вообще женщины можете себя всему интернету показать а я не такой что мы с тобой познакомились ты меня в интернете скинул свою голую фотку и и ты влюбилась я поржала поржала вообще-то там просто ракурс неудачный был я в следующий раз не буду со стороны живота фоткать короче неважно и это давай собирайся поехали до тебя без симптомов не примут примут если что я им прямо в приемном покое как кашляну господи да не выдумывай да это ты не выдумывай ну о чем ты говоришь ну какой онлайн но если у меня не дай бог аппендицит то мне что его на камеру самому себе вырезать что ли дину какие-то глупости говоришь ну зачем тебе резать самому себя если у тебя есть я я подожди 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 секундочку ты вообще себе представляешь как проходит лечение геморроя но чисто теоретически да но я же как-то курицу фаршировала это что это ты показываешь фаршировка курица сейчас не курицу и индюшку показываешь а то и корову господи егор но вот викуся мне рассказал что даже саша пошел на онлайн консультацию курологу ничего не стеснялся ладно века просто в комнату не вовремя зашла вот они отбрехался хорошо не хочешь звонить доктору давай 2 свечку поставим за упокой моей жопы лечебные свечку я тебе сказал я не индюшка я себя фаршировать не позволил звони доктору ну и как ты себе это представляешь как я ему буду звонить вот так так вот вот так здрасте я помогу не надо мне помогать хватало еще я понимаю партнерские роды но партнерское лечение геморроя это уже слишком ты как хочешь а я в больницу не поеду я боюсь заразиться ну допустим допустим если я даже позвоню а как он поймет что я к нему на консультацию а не просто показать свое отношение к медицине да просто не надо сразу все показывать для начала просто поздоровайся скажи здрасте я сейчас не смогу этим местом сказать здрасте максимум добрый день что вас беспокоит здрасте до свидания я не могу я ну как ты себе представляешь ну как я какому-то первому встречному поперечному возьму и покажу свою задницу господи да это его профессия ну что что профессия а вдруг к нему какой-нибудь коллега зашел или еще хуже у него день рождения ну представь себе куча друзей на большом экране большими цифрами 60 лет и тут появляется на экране она и говорит да не будет никого на все они я не буду звонить я рассказать показать на пальцы я могу рисунок нарисовать о я могу сделать селфи задницы ну типа она сама это сделает такое же бывает и подпишем анонимус во первых это называется а я знаю как это называется а во вторых врач должен все вживую посмотреть что он увидит вживую через эту маленькую камеру да я поставлю просто хорошее расширение видео надо мне ничего расширять я хотела как лучше я ну так давай забудем это все мне легче мне уже ничего не болит все хорошо давай смотреть телевизор так распятся решил что самое что посмотрим телек да я же ладно я позвоню а где мои праздничные тузы с жирафиками Зачем тебе они? Я хочу произвести на доктора хорошее впечатление. Да, доктору все равно в каких-то труселях. А мне не все равно. Господи, ты не так тщательно готовился к нашему первому сексу. Но в нашем первом сексе не было доктора. И я снимал это видео просто по приколу. Звони. Не подглядывай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. У меня тут, короче, проблемка. Понимаю, показывайте. Ага, сейчас. Ух ты. Ничего себе. Какой у вас глубокий кариес. Чего? Какой еще кариес? Яна, ты к кому меня записала? Прости, пожалуйста, я, видимо, случайно кнопочки перепутала. Записала к тебе к стоматологу. Куда? Я сейчас быстренько все переделаю. Блин, к стоматологу. Хорошо, что он меня сразу пломбировать не начал. Я сейчас это точно запишу к проктологу. На этот раз это будет точно проктолог. Потому что если это будет окулист, если он будет задавать свои дурацкие вопросы, а что это ресничек нет вокруг глаза? А почему срачок расширенный? Срачок. А почему только один глаз? Вы что, циклоп? Егор, иди, все, я все сделала. Давай. Блин. Э, я, 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 я что-то не понял. Я еще ничего не нажал, оно мне уже мою задницу показывает. Ой, прости, это я поставила на, на видеозапись. На запись? Ты чего это записывала, что ли? Хотя я случайно. Случайно? А мне потом оправдываться, как в дзюбе? У каждого мужчины свои слабости. А у меня это хобби. Я люблю звонить докторам и показывать свое. Давай я выключу. Не надо, не прикасайся к нему. Ну и изъеди его, смотри телевизор. Он заглянул вовнутрь, и перед ним открылась бездна. Глубокая бездна. Яна, переключи на новости, пожалуйста. Спасибо. Именно так сейчас выглядит тоннель метро на Троещину. Яна, можно какой-нибудь спортивный канал? Отличный проход, бросок, гол! И он приносит своей команде очко. Яна, выключи телевизор! Здравствуйте, доктор. Добрый день. Чем могу помочь? А вы проктолог? Да, Олег Николаевич проктолог. А вы точно проктолог, не окулист? Точно. А друзей там у вас рядом нет? Послушайте, я проктолог, у меня вообще друзей нет. А, ну, хорошо. В общем, у меня, ну, как бы, вот. Послушайте, вы слишком близко стоите, не могли бы вы немножко назад отойти? Ага, ага. Вот так нормально? Приветики. Давно не виделись. Очень интересно. Да, прям Netflix. Ну, чё, как там? Как, как, как там кверху? Послушайте, на самом деле, вот ничего такого прям трагичного я не вижу, но всё-таки вам придётся сначала сдать анализ. Как, на компьютер? Нет, почему? Дома и прислать. Фотку? Нет, вторую. И прислать нам в лабораторию. А как, через новую почту? Нет, лучше лично. Знаете, лучше приходите лично, и тогда смогу поставить вам диагноз и назначить лечение. А по видео что, нельзя сказать? Скажу, у вас геморрой. Вот, я вам советую записаться ко мне на приём. Моё расписание есть на сайте, вот, поэтому, ну, скажем, завтра на 15.00. Хотя, в принципе, вы всё это могли узнать и без видео. Подождите, а чё, так можно было? К вам можно при... Яна! А-а-а! Ты знала? Ты знала, да? А ты знала, что геморрой заразный? Не заразный! Ещё какой заразный! Вот посмотришь, как только я тебе кредитные карточки заблокирую, наличку перестану давать, а на Новый год Дед Мороз тебя поздравит онлайн и покажет на камеру 12-й айфон. А-а-а! Всё! Геморр, ты куда? У меня важный звонок. Я буду звонить министру здравоохранения и покажу ему своё отношение к карантину. Ну, сейчас! Тизель-шоу Добрый вечер, дамы и господа! Я рад вас приветствовать на открытом чемпионате по пощёчинам. Стальные лица, ваши аплодисменты! Пошумим! А-а-а! Нам осталось добрать ещё одного участника, и мы сразу же начнём наш турнир. Поэтому, если есть желающие, подходим и регистрируемся. Так-так-так-так... Женечка, а куда мы идём? А мы уже пришли! Ага! Опа! Ой, а что это? Вот! Чемпионат по пощёчинам стальные лица? Угу. Жень, я когда говорила, что мы никуда не ходим, я имела в виду кино. Вика, а мы с тобой купим огромную плазму и будем смотреть кино у себя дома. А? А за какие денежки мы купим плазму, а? Главный приз этого чемпионата в 50 тысяч гривен. И что? Как что? А у тебя рука-то хнобитая. Ну, вспомнишь, как я это, разлил шампунь твой и пол им помыл? Как-то ты мне с правой зарядила, а? У меня три месяца челюсть болела. Я сейчас правильно понимаю, ты хочешь, чтобы я поучаствовала в чемпионате по пощёчинам и выиграла нам деньги на плазму? Ага. Правда я смекалистый? Женечка, ты не смекалистый. Ты, походу, бессмертный. Вика! Вика, подожди, подожди, подожди. Руку нужно беречь, она тебе пригодится. Отстань от меня, понял? Вика, я стараюсь для нас, чтобы в нашем семейном гнёздышке был уют. Всё тебе не нравится. Я холодильник купил, мне нравится. Стиралку тоже не то. Женечка, ты купил это на мой паспорт в кредит, и я его выплачиваю. Это твои проблемы, что ты работаешь, а я нет. Что? Да, я думал, в наших отношениях всё предельно просто. Ты добытчица, я хранитель семейного очага. Поддувало, закрой хранитель, а то дрова выпадают. Ну, знаешь что? Что? Добрый день. Я так понимаю, вы хотите зарегистрироваться? Да, да. Окей. Зарегистрируйте, пожалуйста. Виктория. Вы вообще извините, у нас мужской чемпионат по пощёчинам. А мужской? Да. Я как бы, я думал, это армрестлинг, там, бокс это мужской, а пощёчинам это женская. Нет, у нас исключительно для мужчин. Ой. Ну, тогда мы пойдём. Нет, Женечка, ты будешь участвовать. Пишите. Евгений Стирунько. Вам подходит фамилия. Что? Что, Вика? Я не буду. Ты сам говоришь, что ты, значит, стараешься, чтобы в нашем гнёздышке был уют. Вот старайся, дятел. Дятлы же живут в дуплах. А ты дупло закрой и старайся. Так, может, придумайте себе какое-то прозвище такое, знаете, ну, для большего устрашения противника. А какие уже есть? Ну, здесь такие лёгенькие в этот раз. Убийца, киборг, зверь. Некоторые используют название пород собак, там, не знаю, кровожадный питбуль, агрессивный бульдог. О, мне кажется, я придумала. Смекалистый пудель. Какой пудель, Вика? Какой-какой? Что ты вообще переживаешь? Может, какой-то там дрыщ выйдет? Так, записал. Так, можете ожидать в сторонке, да, сейчас программа в моём планшете составит пары, и вы узнаете, когда вы будете выступать. Не бойся, Женька, всё будет хорошо, всё будет хорошо. Я не буду участвовать в этом. Нет, будешь, я же говорю, ты смекал. Ну, что ж, дамы и господа, регистрация нашего турнира завершена, и мы готовы начинать. И по жребию первым я приглашаю, ух ты, так сразу получилось, интересно, нашего дебютанта. Встречайте, Евгений Смекалистый пудель Сирунько. Женька, ты первый! Сирунько! 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 Видишь, зрители за тебя болеют, давай! Я, 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 я... И против Смекалистого пуделья выйдет сражаться чемпион нашего турнира. 20 боёв, 23 нокаута. Не, 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 извините, а как это 20 боёв и 23 нокаута? В прошлый раз так мужика приложил, что тот в зрители улетел, и ещё троих завалил. Итак, встречайте Василий Бетонный Кулак Верасюк! Женечка, это хорошо, что мы твой костюм в химчистку сдали. Он нам скоро может понадобиться. Вика, ну что ты говоришь такое? Да шучу, шучу, в этом тоже можно. Вика, пошли домой. Какой домой? Я хочу свои 50 тысяч. Да ты посмотри на него. Похороны дороже обойдутся. Эх, жаль, мы тебя не застраховали. Так, участники, я прошу, пожмите друг другу руки. Ну а теперь можете сказать друг другу несколько слов перед началом поединка. Прошу. Я хочу, чтобы перемег найсильнейший, тобто ех! Отлично! Смекалистый пудель, хотите что-то сказать в ответ? Прошу. Что ты начинаешь? Может, не все так страшно? Хорошо. Итак, по жребию первым бьет участник справа от меня, Евгений Смекалистый пудель Сирунько! У тебя есть шанс вырубить его первым, давай! Скажите, а рельсы можно бить? Нет. У меня нет шансов. Прекрасно. Так, прошу, смекалистый пудель, наносите вашу пощечину. Может, договоримся? Я и 50 на 50 выигрыш. Ты шо, не? 70 на 30. Я сказал, не. 90 на 10. Да я хочу выиграть, ты честно, давай! Я вам все отдам, еще 50 тысяч заплачу. Ну, добрый, с годами. Вика, у тебя есть 50 тысяч? Ты че, обалдел, да, напей! Смекалистый пудель, ваш удар! Я, кажется, руку сломал. Бетонный кулак, с вами все в порядке? Та три шкилоскотного сырена в районе в ухо ливо очухалась. Хорошо, отлично, тогда теперь ответный удар от бойца слева, прошу. У нас замена. Вы же не будете бить женщину. Женя, ты че, не будь бабой, давай! Спасибо за идею. Я вот уже женщина. Так, внимание, бетонный кулак, ваш удар. Подождите, я вижу у вас крестик. Ну и шо стого? Вы крещеный. Зачем вам брать грех на душу? Та ти не бейся, я все равно після цього завжди сповідаюсь. Итак, бетонный кулак, ваш удар. Женя! Та шо це таке? Так, нашатырь, нашатырь, нашатырь для бойца справа. Так, хорошо. Я выиграл, выиграл. Женечка, он еще даже не ударил. Так, еще нашатыря, может? Да, да. Э, э, куда, 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 куда? Для храбрости. Хорошо. Итак, внимание, бетонный кулак, ваш удар. Женя, очнись, ну! Вика, тебе привет от бабы Нюры. Какая баба Нюра? Она умерла 10 лет назад. А мы с ней только что чай пили. Такая хорошая. Так, смекалистый пудель на месте. Бетонный кулак, ваш удар. Прошу. Так, внимание, смекалистый пудель, я прошу умерить вашу смекалку, потому что иначе вас ждет дисквалификация. Дисквалификация? Да. Дисквалификация! 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 Не позорься! Так, вернитесь на место. Бетонный кулак, ваш удар. Что случилось с рукой? Та я, походу, коли я останний раз замахался, отрамовал правую руку. А, то есть вы не будете наносить удар? Ха-ха-ха-ха! Не, як не буду, я ж можу и ливую. Воно в мене посильнейше буде. Ха-ха-ха-ха! Тогда, внимание, свой удар наносит бетонный кулак! Са-а-а! Бетонный кулак! Вы сейчас чихнули! А в наши времена это стрёмно! И по правилам наших карантинных боёв я вынужден вас дисквалифицировать! То есть... А, Женька, Женька, вставай, ты выиграл! Любименький, вставай! Ты победил! Женька! Ты победил! Я? Да! Я? Ха-ха-ха! Понял, Дричь! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! С победой вы получаете супер-приз! Ага! Утёпку в одну шестьдесят четвёртую финала нашего турнира! Ха-ха-ха-ха! Это как это шестьдесят четвёртое? Это шестьдесят четвёртое? Что, мне ещё с кем-то драться надо? Не надо! Не надо, пожалуйста! Не переживай, Женька, всего лишь семь боёв осталось! А-а-а! Так! Соберись, Пудель! И победу в этом поединке получает Виктория Рыжая Лиса-Серунько! Да-а-а-а! Тизель-шоу Блин! Ё-моё! Что там? Ты иди посмотри, что ты наделал! Блин! Катастрофа! Я боюсь смотреть, я боюсь смотреть, я боюсь смотреть, я боюсь смотреть! Я боюсь смотреть, я не буду смотреть, я не буду смотреть! Смотри! А-а-а! Бежим, давай улетим туда, где нас никто не найдёт! Ты будешь там охотиться и рыбачиваешь, я буду готовить и убирать! Мы будем жить долго и счастливо! Мы будем здоровы и живы! Ты тебя пусти, кобиё! Ты посмотри на номера! Нас по-любому найдут! Я боюсь смотреть, я боюсь смотреть, я боюсь смотреть! А-а-а! Какие страшные номера! Три ноля! Три ноля – это плохо! Ё-моё! А-а-а! Один! Один – это кто-то главный, кто-то первый! А-а-а! Только не ВР! Только не ВР! А-а-а-а! А-а-а-а! Давай сбежим! Давай спрячемся в какой-нибудь, в какой-нибудь жопе, где нету света, где нет электричества, не ходит транс! У тебя на даче! Прячь меня у тебя на даче! Ты с ума сошёл, что ли? Отпусти меня! Ты помнишь Валерку Тупого? Покойного? А-а-а! Это он всего лишь диск на Порше поцарапал! Его, кстати, у меня на даче и нашли! А-а-а! А давай скажем, чтоб, 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 что просто ветром сдуло, а? Антона Одноглазова помнишь? М-м-м, да! Ты помнишь, где у него глаз? Неужели прямо туда натянули? А он всем ходил и рассказывал, что это ветром ему туда задуло! И подмаргивал так, подмаргивал так! Хватит этих жестоких примеров! Я и так в ужасе! Говори, что делать, что делать, что делать! Эйка, спокойно, не паникуй! Петрович говорил, если какая-то чрезвычайная ситуация, ему звонить! Алло, Петрович! Здорово! Мы тут, это, гелик уронили! Новый, 20-го года, на 22-х дисках! Хромированный! Хромированный! Понял! Что сказал? Сказал сфоткать! Ага! Улыбнись! А меня зачем? Чтоб фотка хорошая на памятник была! Трынгец! Трынгец! Что делать, что делать? Слушай, ну давай на тебя кредит возьмем, пока не поздно! Очень смешно! А я не шучу, сейчас реально, хоть маме поможешь, ну! Ты реально придумай что-нибудь! Блин, что ты сейчас придумаешь? Ё-моё! Так, тихо, я уже придумал! Значит так, смотри! Что там, кто там, кто там? И главное, только не дергайся, хорошо? Что там, я не хочу умирать, это хозяин! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Заткнись! Блин! Капец! Вот он, это он ваш гелик уронил! Вот это он, он, вот это он! Да не, это не моя машина! Просто ситуация, врагу не пожелаешь! Капец! Блин! Ромыч, ты, извини меня! Ты нахрена меня нахреначал, а? Лучше я, чем он, правильно? Я поэтому среагировал так... Нахрена так сильно? Так, чтоб натуральней было! Ты же видел, что он не похож на хозяина гелика! На таких тачках ездит лысые жлобы! Вы уроды! Вы чё наделали? Мою машину не убил! Я вас сейчас убивать буду! Это он, это он ваш гелик уронил! А, ВР? Не, у меня КМ! Это не моя машина! Моя вон дальше стоит! Повезло вам! Особенно тебе! Так бы я взял биту, и вас бы нахреначал! Рукожопы! Да хорошая рожа ты, не его машина! Ой, Рома, извини! Я просто чуть-чуть, это, обделался! Офигеть, ты мне два зуба выбил? А нет, четыре! Блин! Слышь, Рома, а ты слышал, что он про биту говорил? Что? Ничего, сейчас! Ты куда, эй, стой! Сейчас, сейчас, Рома, сейчас! А вдруг он сейчас придет? Ром! А? Офига тебе бита? Ну как, этот же хозяин гелика сказал, что битой нас убивать будет! Значит, и этот тоже битой дубасить будет! Может, не надо, а? Лучше я тебя любя, чем он тебя не любя! Хорошо, только ты в следующий раз точно убедись, что это хозяин машины! Хорошо! Перед тем, как... Козлы! Падлы! Скоты! Это он! Это он ваш велик уронил! В смысле? Ну, машина ваша! Я просто маску дома забыл, меня в магазин не пускают! Придется домой возвращаться, скоты, козлы, беспонтовка! Ну, Ромчик, извини, ну честно! Ты сволочь такая! Я тебе сейчас ноги переломаю, если догоню, конечно! Ну, Ромчик, ты не нервничай! Ты не, не, не надо! Тебе нельзя сейчас нервничать! Сволочь ты такая, я тебе скажу, аккуратненько давай! Ромчик, ты что? Ты что? Что ты его лупишь? Наказываю его за то, что он вашу машину уронил! А, ну, по-перше, это не моя машина. А, по-друге, я б оцех, оцех бидло, яке вот так паркуется, цех оленев, я б сам я в их геники вот так вот разрушил! Понял? А, ну, кто? Чи ты один из них? Нет. На, бывай! Капец! Рома, я спирелялку украинскую мову выучил! Просто добей меня и все! Ромчик, ну что ж ты дурак такой, а? Хороший же план был изначально, зачем? Зачем ты меня обидел? Блин, вы что сделали? Вы что мою машинку уронили? Это что, ваша машина? О, боже! Нет, на самом деле она мне уже не нравилась. Так что спасибо вам, мальчики. Я пойду в Бусю попрошу, чтобы новенькую такую же купил, только розовую. Спасибо, ребят! Ах ты, сука! Иди сюда! Ромчик! Я сказал! Сюда иди! Все будет хорошо! Ты придурщик хренов! Я тебя на дальше отнесу! Вы все зубы повыбиваете! Дизель шоу!